Гектор Берлиоз. Он был, наверное, единственным композитором, у которого в детстве не было рояля. Увидев, с какой влеченностью сын колдует над нотными листами, Берлиоз старший хмурил брови. Он был провинциальным врачом, уважаемым в своем городе человеком. — Какой к черту рояль, сынок? Собирай манатки, и дуй в Париж изучать медицину! — сказал он. Ну, чтобы не расстраивать папу, Гектор так и сделал. А когда диплом врача был получен, он запулил его подальше и с огромным облегчением сел сочинять музыку, решив принять участие в ежегодном конкурсе молодых композиторов, победитель которого получал римскую премию, оплаченную на пять лет творческую командировку в столицу Италии. Однако Берлиоза отсеяли уже в первом туре. От сочинения музыки дипломированного медика отвлекла молодая актриса Гаррия Цмитсон. Увидев ее на сцене, Гектор потерял голову. Забросив ноты, он торчал у служебного выхода из театра, передавал через импресарио записки, однако маниакальная настойчивость не помогла. Взаимностью ему так и не ответили. Получив от ворот-поворот, Берлиоз только вошел во вкус любовных приключений. Следующая жертва его пламенной натуры, к счастью, ответила взаимностью. Звали ее Камилла. Однако амбициозные родители девушки не спешили доверить свое чадо безработному композитору. И Берлиоз, вместо того, чтобы достать с Интресоли диплом медика, вновь записался для участия в конкурсе на римскую премию. Однако не успел закончиться второй тур состязаний, как в Париже началось восстание, позже окрещенное июльской революцией. Несмотря на лихорадочную атмосферу, царившую в городе, у Берлиоза хватило силы воли закончить конкурсное задание. Он даже успел в последнюю ночь революционных боев побегать по улицам с пистолетом в руке. А наутро, наутро он узнал, что римская премия досталась ему. Еще более приятным событием стало вручение ему премии. Окреленный успехом, Берлиоз дал концерт, на котором представил свое новое произведение «Фантастическую симфонию». Как ни странно, но первое ее исполнение вызвало восторг даже у строгих родителей невесты. Заручившись их согласием на брак, Берлиоз отправился в Италию. Увы, через полтора месяца он получил письмо от матери, которое сухо сообщало, что ее дочь выходит замуж за обеспеченного человека, от матери Камилы, своей невесты. Дочь выходит, дескать, замуж за обеспеченного человека, владельца фабрики по производству роялей. Получив отставку, Гектор решил, что ему ничего не остается, как убить и фабриканта, и ее невесту, и ее маман заодно. К убийству, будучи известный композитор, готовился основательно. Решив, что в дом возлюбленной он проникнет, приодевшись служанкой, он приобрел платье, парик и шляпку, а также украл пару пистолетов из запаса склянками с ядом. Но путешествие из Рима в Париж поумерило гнев оскорбленного влюбленного. Добравшись до Ниццы, Берлиоз окончательно угомонился, он утешился сочинением увертюры и ласками местной проститутки, которая ублажила его прямо на городском пляже под плеск морских волн. А затем он вернулся в Рим. В Париже он появился, когда срок римской премии истек. По приезду он немедленно организовал концерт, на котором представил продолжение фантастической симфонии и получил записку с поздравлениями, источавшую аромат духов. Записка-то была от той самой актрисы Гарриот Смитсон, которая отвергла его пять лет назад. Спустя несколько дней их познакомили, и Берлиоз тут же предложил Смитсон руку и сердце, и она ответила согласием. Невеста ни слова не говорила по-французски, жених по-английски, но они нашли другие способы общения. Девять месяцев спустя у молодых супругов родился сын Луи. Берлиоз вернулся к сочинению музыки, однако творчество приносило все-таки не слишком солидный доход, и композитор стал подрабатывать гастрольным дирижером. Дирижировал Берлиоз, надо сказать, на двоечку, однако публику завораживала просто его манера размахивать палочкой, то резко сгибаясь, то съеживаясь, а то и просто подпрыгивая на сцене, как это делает, например, какой-нибудь поп-исполнитель нынче. Вскоре Берлиоз понял, что гастрольная жизнь ему милее домашней. Брак с Гаррия трещал по швам. Она забросила домашнее хозяйство, она прекратила заботиться о сыне и самой себе, кстати, а по ночам изводила мужа пьяными скандалами, не давая уснуть. Некоторое время Берлиоз терпел, а потом завел роман с оперной певицей Марии Мартен, на которой в 1854 году после скоропостижной смерти первой супруги, алкоголички, женился. Увы, вторая жена умерла через 8 лет брака. Ее похоронили на кладбище Монмартр, где постаревший Берлиоз однажды встретил женщину лет на 30 моложе его. Звали ее Амели, и Берлиоз, оправдывая звание неиспромимого романтика, вновь влюбился как мальчишка. Но Амели была замужем, и это был роман, состоявший из редких встреч. А потом Берлиоз уехал на гастроли, которые продолжались почти год. А вернувшись в Париж, на том же самом кладбище, где он познакомился с Амели, Берлиоз обнаружил ее могилу. Последняя любовь композитора тяжело заболела и умерла, пока он был на гастролях. К этому горе добавилась еще одна беда – смерть сына. Вот с этим горем Берлиоз уже не справился. Буквально за одну ночь он превратился в немощного старика, потерял вкус к жизни и в марте 1869 года умер. Современники этого талантливого композитора часто находили его оркестровые эксперименты странными и невразумительными. Например, римский карнавал они почему-то сравнивали с буйствами, воплями Павиана, возбудившегося от изрядной доли спиртного. Вы знаете, сегодня к творчеству Берлиоза тоже относятся по-разному. Одни видят в нем отважного бунтаря, гениального новатора, другие снисходительно характеризуют его музыку как много шума из ничего. Но и те, и другие сходятся во мнении, что в жизни Гектор Берлиоз был самым романтичным романтиком своего времени. Вот сейчас мы с вами послушаем римский карнавал, музыку, которую сравнивали с буйствами, воплями Павиана, возбудившегося от изрядной дозы спиртного. Ей-богу, я лично не согласен с такой формулировкой. Думаю, вы тоже не согласитесь.